Как вы думаете, какой препарат является лидером продаж в наших аптеках? Это цитрамон. Чему здесь удивляться, скажете вы. Это действенное средство от головной боли, да и не только. Поэтому люди и держат его в своих аптечках среди обязательных средств первой помощи. Однако нужно учитывать, что свойства цитрамона не ограничиваются теми, которые перечислены в инструкции. И сегодня мы расскажем обо всех способах применения этого лекарства и не только в медицинских целях. А в конце вы узнаете, как не навредить себе при лечении цитрамоном. Состав лекарства Цитрамон относится к группе обезболивающих жаропонижающих препаратов. Это комбинированное лекарство включает в себя нестероидный противовоспалительный препарат, психостимулятор и обезболивающее, которое не обладает наркотическим эффектом, благодаря чему может быть использовано даже у подростков. Ключевые элементы цитрамона – это ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Ацетилсалициловая кислота – самый распространенный жаропонижающий и противовоспалительный препарат. Он ослабляет боль, подавляет способность тромбоцитов склеиваться между собой и образовывать тромбы. Благодаря этому улучшается циркуляция крови. Парацетамол влияет на процесс терморегуляции организма, благодаря чему может понижать жар и обезболивать. При этом его противовоспалительное действие значительно слабее, чем у аспирина. Роль кофеина в этой комбинации – усиливать возбудимость спинного мозга и стимулировать кровоснабжение сосудов. При этом специфика кофеина связана с его способностью активно влиять на тонус сосудов при относительно слабом влиянии на нервную систему. Когда применяется цитрамон? Согласно инструкции, этот препарат создан для борьбы с болевым синдромом различного происхождения. В первую очередь это головная боль. Особенно хорошо он помогает при мигрениях. Под этим термином понимают пульсирующую боль в одной и той же области головы. Но также цитрамон применяют и для лечения суставной боли при воспалительных процессах, сопутствующих подагре, артриту и механическим повреждениям суставов. В сравнении с другими обезболивающими препаратами, цитрамон обладает простым и мощным действием, благодаря тому, что функцию обезболивания одновременно выполняют аспирин и парцетамол, входящие в состав этого лекарства. Однако непосредственно для обезболивания суставов врачи рекомендуют принимать нестероидные противовоспалительные препараты, как более эффективные непосредственно для этого вида боли. Помимо обезболивания, цитрамон способен снижать температуру тела. Это возможно благодаря наличию в его составе парцетамола. Однако стоит учитывать, что парацетамол дают взрослым и детям не младше 12 лет при условии, что их вес не ниже 49 килограмм. Это требование касается и цитрамона, и его важно соблюдать, чтобы снизить риск осложнений. Третья сфера применения цитрамона – увеличение давления. Гипотоники спасаются этим лекарством, когда давление падает и самочувствие значительно ухудшается. Как это работает? Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Благодаря наличию ацетильной группы в своем составе, аспирин, а значит и содержащий его цитрамон, может блокировать белки циклооксигеназы в клетках нашего организма. Когда количество таких белков в клетках возрастает, организм запускает иммунный ответ и развивается воспалительный процесс. Блокируя белок, цитрамон успокаивает иммунную реакцию, снижая воспалительные процессы. Успокоение этих процессов влияет и на густоту крови, поэтому аспирин в небольших дозах выписывают для разжижения крови. Цитрамон также обладает похожим эффектом, но нужно понимать, что его нельзя использовать в качестве средства для разжижения крови, поскольку цитрамон принимают симптоматически и в течение короткого периода времени. Поэтому для постоянного поддержания нормальной густоты крови применяется чистый аспирин в малых дозах. Все вышесказанное справедливо для применения цитрамона в официальной медицине. Народные целители нашли множество дополнительных способов лечения этим средством, а еще его используют в косметических целях и в хозяйстве. Досмотрите до конца, и мы расскажем о многих полезных сферах применения цитрамона. Неожиданные способности цитрамона Цитрамон, благодаря большому содержанию ацетилсалициловой кислоты, является эффективным косметическим средством комплексного действия. В частности, он способен убирать прыщи и угревую сыпь, разглаживать морщины и омолаживать кожу. Также он укрепляет ногти и волосы и убирает натоптыши и мозоли. Для этого нужно 5 таблеток цитрамона растворить в половине литра теплой воды. Добавьте туда чайную ложку меда и 3 капли ретинола и токоферола. Важно все ингредиенты тщательно перемешать до однородного состояния. Полученную кашицу наносят на чисто вымытое лицо или иные участки кожи на 5 минут, после чего полностью смывают водой. Для избавления волос от перхоти такой смесью нужно мыть голову, как шампунем. После его нанесения смесь стоит подержать несколько минут, прежде чем смыть. Вторая необычная сфера применения цитрамона в качестве чистящего средства. Он хорошо растворяет засоры в трубах, известковые и иные пятна на раковине и одежде, а также хорошо удаляет оксидную пленку с металлических деталей перед их пайкой. Растворите несколько таблеток в воде до образования густой кашицы и используйте ее для замачивания пятен на одежде или в качестве чистящего средства для раковин и посуды. Кроме лечебного и бытового применения цитрамона, он будет вам полезен и в сельском хозяйстве. Растворив всего одну таблетку препарата на 20 литров воды, можно поливать старые цветочные растения, такая подкормка продляет им жизнь. А половина таблетки, растворенной в одном литре воды, является эффективным средством от вредителя, называемого грибным комариком. Противопоказания и ограничения цитрамона Как и любой препарат, цитрамон имеет противопоказания, а учитывая, что он достаточно эффективен, то и побочные эффекты тоже сопутствуют его действию. Во-первых, его не стоит принимать беременным и детям в возрасте до 12 лет. Во-вторых, необходимо принимать как можно меньшую дозу максимально короткий период. Максимальный курс приема 7-10 дней. В-третьих, в связи с разжижением крови из-за содержащегося в составе цитрамона аспирина, он опасен для людей с плохой свертываемостью крови и наличием язв желудка. У них прием цитрамона может привести к желудочным кровотечениям. В-четвертых, это влияние на желудок. При приеме данного препарата желудок нужно защищать с помощью амепрозола или пантопрозола. Иначе при частых повторениях курсов лечения цитрамоном возможно развитие гастрита и даже язвы. Пятое противопоказание – заболевание сердца, которым сопутствует повышенное давление. Цитрамон способен резко поднимать кровяное давление, и в сочетании с гипертонией он может приводить к инфарктам и инсультам. И, как и большинство лекарственных препаратов, цитрамон нельзя сочетать с алкоголем. Это приводит к увеличению риска проявления его побочных эффектов. А в каких случаях вы используете цитрамон? При каких недугах он вам помог? Расскажите в комментариях. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!